Приветствую! Сегодня слушаем красный альбом Гражданской обороны. Это последний альбом из альбомов цикла 1987 года, который Егор Летов записывал в одиночестве. Несмотря на то, что красный альбом в цикле альбомов 1987 года последний, он содержит ранние песни, которые были придуманы еще в 83-м, 4-м, 6-м, 5-м годах. Также существует такая типа акустическая демка этого альбома, то есть альбом записывался в акустическом варианте, но Егору Летову он не понравился и в 90-м был переиздан под другим названием «Игра в бисер». А до 90-х акустический вариант альбома так ходил по рукам, называясь «Красный альбом акустика». Я предлагаю послушать и песни, поразбираться в них и также для себя понять, почему альбом называется «Красный». Начнем с песни «Игра в бисер». Довольно стандартный, но интересный текст различий лирического героя и толпы. Куплеты демонстрируют разницу в правах, типах, имуществе и целях жизни. В данной песне очень клевая аранжировка. Только слитая соло. Хотя оно начинается весело, но под конец уходит в какую-то хламину. Как самостоятельная композиция, это хорошая песня. Такая типичная средняя песня ГО. Следующая композиция «На наших глазах». Мне нравится эта песня, правда надо вспоминать версия с этого альбома или с другого. Довольно жертвенное и возвышенное представление о своих. В тексте исчезает смерть, при этом открывается дверь. Полагаю, выходит герой за рамки из-за своих мировоззрений и образа жизни. Мне это кажется такой небольшой песней о хиппизме. Я не помню, кстати, говорил где-то в каком-то видео, по-моему мы уже касались этой песни, я говорил, что здесь красивый бас, хоть и не особо замысловатый. Здесь также содержат странные, но при этом уместные вкрапления гармоники. Если попробовать их связать с текстом и посылом песни, то это будто мир наваливается на героев в песне. А без лирики это просто красиво и нойзово. В третьем куплете Летов очень удачный и приятно менять вокальную мелодию. Получается что-то вроде блюза. Мне всегда нравилось это в данной песне. Именно это здесь цепляет и запоминается. Далее песня «Чужеродным элементом». Песня довольно абстрактная для какой-то конкретной интерпретации. Лирический герой, мне кажется, предстает такой частицей лжида. Да, это буквально. Видимо доказывает своим существованием то, что этот мир не такой, каким кажется или каким подается. Тоже интересный бас, интересный текст. Тут тоже отсылка на Дорс. «Странные дни». Ну, я честно не знаю, осознанная это отсылка у Летова или нет. Отдельно, кстати, хочу выделить строчку «Тошнее как змея». Мне прям нравится. Как-то это клёво получилось образно. И тут, кстати, примитивная гитарная партия. Сань, можете сравнить с предыдущими треками. Зато красивое соло. Но с парой таких странных ноток. Ну, я, честно говоря, думаю, что это просто гитара нифига не настроенная. К тому же сам Летов говорил, что, типа, такой ужасный звук данного альбома вызван тем, что альбом записывался в последнюю очередь. И Летов уже задолбался расставлять всё как надо. И, видимо, гитара, которая настраивалась один раз на все альбомы, уже расстроилась. Следующая песня «Зоопарк». Текст довольно абстрактный, но можно предположить, что в первом куплете герой говорит всем своим, мол, «Нечего ждать, всё это тлен, гоу, из зоопарка». Во втором он выделяет тех, кто, по его мнению, вставляет этот зоопарк, указывая на мышь. И от этого ему то ли тошно, что аж хочется разбить окно, то ли он аж готов выбежать через окно. В третьем куплете герой всё ещё в зоопарке, потому звуки пустые, пустые дни. Герой видит ребёнка. Тут не то что можно, тут следует вспомнить песню с этого же альбома «Детский мир». Стоит вспомнить кучу других песен, где Летов упоминает детство, или которые посвящены детству, или которые взяты из его детства. Или вспомнить его, например, интервью, где он называет себя, там, ребёнком с автоматом. «В руках ребёнка свёркает нож». Из этой строчки про ребёнка следует, что в этом ребёнке Летов видит или себя, или того, кто мог бы с ним уйти из этого самого зоопарка. «А когда и приду, мы уйдём отсюда прочь, мы уйдём отсюда в ночь». И то, что в руках у ребёнка нож, пугает Летова. «Но я надеюсь, что это лошадь». При всей грозности Летова в текстах и в интервью. «Как вы относитесь к группе Агата Кристи?» «Отвратительно уже. Вот кого-то, так сказать, я бы просто положил, было действительно из автомата. Вот именно вот их». Мне кажется, это грозность напускная. «Жастно, хочу, чтобы всё было хорошо у всех». «У всех хороших?» «Нет, вообще у всех. У плохих тоже». И, скорее всего, данный персонаж, то есть ребёнок, наверняка направит нож на себя, а не на врагов своих. А своих лет, конечно же, перечисляет в припевной части песни. В подростком возрасте я фанател от этой песни. Даже на звонке у меня стояло. Очень клёвое соло, какое-то атмосферное. Так, мелодия выстроена Я не знаю, в чем тут именно прикол Какие для этого нужны ступени Все такое, нотные грамоты Но полагаю, что дело именно в ступенях В сочетаниях Потому что звучит дико приятно Замечал, кстати, такой момент Может быть и вы замечали, что у гражданской обороны В песнях, где гитара играет на чистом звуке Бывает очень плотная партия хай-хета Это такая тарелка ударных И она своим бесконечным скрежетом Создает иллюзию плотного фона И иногда, когда вспоминаешь песню Думаешь, что там была перегружена гитара А в итоге все чисто, как в этой записи зоопарка А в современной музыке, кстати, для этого Обычно перегружают бас-гитару Делают ее с дисторшн А сами обычные гитары чистые Из-за тумана не видно закат Далее песня «Так далеко» Я даже не знаю, что сказать Песню из 80-х, а как будто бы ее сочинили не так давно По тексту мне эта песня давно нравится Хорошая У меня только один вопрос к тексту Это обо всем человечестве Или конкретно о соседях Летова Каких-то его согражданах Несмотря на то, что гитара тут тоже просто Каким-то обоем фигачит весь жир А иногда уходит на чистый звук Типа перкуссии Все равно песня кажется хорошо сделанной Еще в аутро эти прикольные витрины из Вани Я полагаю, ты просто Летов прошипел Следующая композиция Детский мир Сложно сказать, о чем конкретно текст Поскольку он весьма такой сюрреалистичный Абстрактный, но при этом бытовой Из-за того, что он довольно бытовой И мы знаем, что Летов часто основывал свой психодел На бытовых каких-то происшествиях Можно предположить, что в первом куплете Речь идет о том времени Когда Летов фигачил свои рок-н-роллы Грубо говоря, до гражданской обороны Второй куплет Повествует о том, как на него стал гнать система В третьем куплете он рассказывает нам о том Как он сам устранился, попав в психушку Мне очень нравится кавер ППР на эту песню Даже кажется лучше оригинала Но из-за контекста летовского творчества Песня кажется сильнее в именно его исполнении Летов много обращается к детству в разные периоды своей жизни Даже фальшивые соло-гитары Здесь из-за этого добавляют какой-то лирический Такой наивный детский слой Далее Я иллюзорен Опять противопоставление себя и кого-то нормального Типичного Текст довольно характерный для раннего летова Но мной он воспринимается одним из самых цельных В этом векторе абстрактного самоопределения Иллюзорен, кстати, значит призрачный, несбыточный Что, наверное, должно показать, каким летов является для этого мира Может, мне кажется, но басовые партии вытягивают каждую песню тем Что сделает ее более мелодичной И будто бы аранжировочно насыщенной Хотя аранжировки здесь, ну, довольно-таки минимальные Опять же красивые соло-запилы Следующая песня «Мама, мама» Весьма лиричный и трагичный текст Меня почему-то он больше трогает, если его просто прочитать как стих Фигура матери у лета вознимала довольно важное место Она упоминается редко, но метко Стоит напомнить, что ее смерть Егор переносил тяжело Здесь мы слышим двойное соло, очень клево и необычно Здесь такая шизовая концовка Вот вообще все уходит в какой-то хаос И мне кажется, что это, ну, не желание какой-то такой вот аранжировки интересной А просто было лень придумать коду, что-то там париться Это довольно хорошо, кстати, объяснил в своем интервью Алексей Вишня Кода — это великая вещь, которая иногда бывает просто с большим трудом достигается И поэтому люди просто ленятся ее создавать И придумывают сочинять И поэтому уводят на микшере И вот мне кажется, что у лета это был такой альтернативный способ закончить песню Не уходя в тишину, а просто сделать разрыв всего Кстати, интересный оранжировочный прием в песне Который очень часто используют и некоторые советуют делать в современной музыке Песня очень такая затяжная, лиричная, спокойная Но чтобы она не была скучной, в ней делают бодрые, ударные Так сделай летов, только на хай-хете Ну, и я думаю, вряд ли он слышал эти ютуб-советы в своих 80-х Но, тем не менее, у него получилось именно так Также еще динамики песни способствуют гитарой Играющей в слабую долю с таким глушением Далее песня Ненавижу красный цвет Тоже текст, знаете ли, выглядит довольно свежим Здесь также есть интересные образы, интересные строчки Думаю, что это заглавная песня альбома Мне очень нравится эта песня, но я почему-то ее привык слушать в акустическом варианте И каждый раз я удивляюсь тому, что она существует в электричестве Это какой-то мой такой персональный провал в памяти Здесь очень забавный момент соло Оно не в верхнем регистре Это вообще законно Следующая композиция Среди зараженного логикой мира Сложно говорить что-то про подобные тексты Не думал, что когда-то тексты Летова, которые являются приветом из прошлого И таким даже сюрреалистичным и нереалистичным Могут стать чем-то близким и знакомым Тут, кстати, прикольный образ Мне нравится строчка Мешать деревьям стоять на месте Я думаю, что такие однообразные ударные Это результат малого количества пленок И убогой ударной установки Так как все песни на альбоме звучат очень похоже по ударным Безусловно, сейчас-то надоедает Но думается, что в год записи и выхода этого альбома Это никем даже не замечалось Разве что Артемием Троицким Всех эстетов во главе с Артемием Троицким Далее песня «Открытая дверь» Мне она кажется такой очень русско-роковой Летовка этой песне говорил, что текст как таковой отсутствует На концертах она не исполнялась И мне кажется, что она была записана сугубо для того, чтобы заменить песню про Гребенщикова Потому что поначалу-то как бы гнать на Гребенщикова круто В самом начале своего творческого пути А потом уже как бы не очень И несмотря на то, что это кажется типичной Такая рок-ода, рок-оди От русского рокера И, например, как у группы Алиса Таких штук там, по-моему, около пяти У гражданской обороны, тем не менее, есть интересные образы в этой песне И они не такие банальные, не такие кринжовые И здесь лирический герой не выглядит каким-то лирическим матч-героем Кстати, возможно, здесь отсылка на группу Дорс Типа там название книги, по-моему, послужило для группы То ли «Открытая дверь», то ли «Открытые двери сознания» И вот здесь тоже открытая дверь И завершает альбом песня «Скоро настанет совсем» Мне этот текст кажется тоже очень важным для альбома Будто краткое его содержание Забавные фальцетные нотки в куплетах Прикольное простенькое соло Чувствуете, что песня качает? Это слабая доля Из забавного, в первых версиях альбома, которые были магнит-альбомами На этом альбом присутствовал акустический вариант песни КБГ-рок Или просто БГ Затем трек был заменен песней «Открытая дверь», исполненной в электричестве И песня «Открытая дверь» существует тоже, только вот в таком исполнении И она на концертах нигде не игралась, и песня БГ нигде не игралась И это интересный момент Песня, как мне кажется, написана из любви и ненности Знаете, когда приходит какой-то новый игрок в жанр устоявшихся Он начинает скидывать тех, кто там на вершине этого жанра Вспомнить может там каких-нибудь футуристов, Оксимирона и кого угодно Хоть слава КПСС Это стандартная практика, когда молодые и дерзкие говорят, мол, все, деды, валите И так же сделал Летов вот на своем альбоме Ты знаешь, наверное, очень хреново быть на свете от токлыми гром Несмотря на весь гон в этой песне на Гребенчакова Песня эта, если не пункт, то практически полностью состоит из цитат Гребенчакова И впоследствии Летов записал кавер на песню Гребенчакова И еще про одну песню говорил, что он хотел бы ее записать Вот такая вот ненависть И мне кажется, что эта песня является таким мостиком Курпинка Объясняющий название альбома Почему он называется именно Красный альбом? Среди вот всех таких интересных, ярких названий Тут вдруг Красный Ну типа, ну окей, коммунистический Это да, скорее всего Но при этом здесь еще возникает такая интересная параллель С синим альбомом группы Аквариум Так вот, альбом мне кажется хорошим Даже может быть очень хорошим Особенно в рамках дискографии Гражданской обороны Я бы не сказал, что на альбоме вообще звук какой-то супер отвратительный Потому что Летов-то его пересводил еще в нулевых И вот эта вот постоянная приписка к тому, что альбом был записан в ужасных условиях Уже мне кажется какой-то, ну, не столь уместный И надо бы ее поменять на что-то другое Я сначала хотел оценить альбом на 9 из 10 зараженных логикой миров Но мне кажется, все-таки это 10 из 10 Такой вот альбом, хороший Спасибо вам за внимание Предлагаю вам посмотреть другие ролики у меня на канале Например, про обложки Гражданской обороны Или обзоры на другие альбомы Гражданской обороны Вот